Боже, милостью, будь негрешным. Создав мне, Господи, помилуй меня. Вечеславец и грешил, Господи, прости меня, негрешного, и помилуй. Отче наш, Иже, Иси на небесе, огне святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш, насущий, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим. И еди на свое искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, сила и слава вовеке. Аминь. Слава Твою Сыну и Святому Духу. И ныне им присло и вовеке веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву Пречистоте, Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ощи всех на Тебя, Господи, уповая, Ты даешь им пищу во благовление. Тверзай, что Ты щедро руку Твоей, с Вами, всякое животное благоволение. Божью милостью будни и грешному. Садамый Господи, помилуй меня. Вячеслав, если грешил, Господи, прости меня грешно. Помилуй. Мы завтракаем. Первый день сегодня я приехал, вчера. Ну и за стол уже не садитесь, если ничего не делал. Вот эта труба лежит, что она означает? Это тубус. Она нужна на столе, на столовой? Утром не нужна, значит. Потом уберешь ее куда-то. У нас места много. Так, я напоминаю, как было в лагере, как было здесь. Порядок один. Приезжают люди отовсюду. Завтрак вот помолились мы. Все, я сказал, молитву в разном порядке, мы тут это не смотрим. Молитва перед Богом. Это нам порядок нужен, чтобы как-то централизовать мысли к Богу. Дальше. Кто с чем занимается? Я с чем занимался в прошлом году, занимаюсь и этим. Первое дело, встаю в 4,40. Это никуда, ни шагу. Я в этом состоянии прожил фактически 58 лет. И скажу, что в этой цифре что-то есть, а что я не знаю. Потом я нахожу в матери Терезы тысячи поклонников, тысячи помощников. Тысячи. Во всем мире 4,40. Ни 5, ни 4. Опять нахожу 4,40. А я ниоткуда это не считал раньше. Просто в 4,40 мысль пришла. Не знаю теперь, как на молитве или при чтении Слова Божия. В 4,40. Будем опять начинать молиться. Никаких там лежачих человек. Быстро вставать. Ты там отвечаешь за них. Старший. Кто бы ни приехал. Значит, следить за этим. Вот какой работал вверхнем у тебя ровно. Брюки не меняются, а это снимать. Вот это, чтобы грязное не было. Постирать сегодня же. Выстрелать. За стол садимся и везде. Верхняя одежда должна быть чистой и залатанной. Дырок никаких нет. Иголки есть. Мои тряпочки нужны. Прямо... Ну, научиться надо быстро отвечать. Я сегодня подробно скажу. Я сказал, моя задача это выговорить собаку. Две. Я беру шарика, с ним тоже ухожу. И ураган. Я знаю, как с ними обращаться. Он его не трогает, не дерутся. И что я делаю? Иду гулять. Дохожу до половины площадки. Отпускаю. Утром я огуршек. Жарко я босиком. Вечером, когда иду. Иду туда, где пруд. Поворачиваю на лагерь. Обошел лагерь сегодня я вокруг. Где там пали жертвы поднял. Где надо привязать. Я говорю, вот и прошел. Там телятник есть. Что я разю. Вот наш столб. Обрубок такой. Далеко туда вниз. А там его не было. Кто у него, зачем, не знаю. Не знаю. Лежал здесь и туда вынести. Нужно приготовить 5 минимум столбов. Футбольное поле, а не умещать. Я не знаю точно, что его надо посмотреть. Какое расстояние, где было. На тех же местах поставить. И волейбол. Осмолить. Володя это все знает. Только показать надо где. Дальше. Обходим мы с этой стороны лагеря. Там всюду. Где какие повреждения. Чтоб скотина туда не зашла. Внутрь не заходили. К шалашу. Проверили ямы. Нигде ли, значит, там упадет она ограждение. Недавно было сделано. Это то, что мы сделали. И дальше идем обратно. Это с собаками. Вернулись. Сразу я наверх. Я не один день здесь. И гляжу, вчера голубей не кормили. Полностью все чисто. Нигде нету. Нигде нету. Ни на полу. Ни в тазике. И даже, которые мелкие. Они не едят. И то съеденные. То есть голодные. А корм есть. Почему не кормили-то? Почему не кормили-то? Ну, может быть, кормили мало. Я специально по баночке сыплю, чтобы они все выедали до конца. Каждый день я подсыпаю их. Полностью нету выеден. Я каждый день подсыпаю их. Значит, тогда так. Хорошо. Что вы говорите, что голодные? Может, маленько оставаться. Я просыпал. Сколько у меня получил? Баночки полные, которые маленькие были. Тазик. Одно на два этих корыта. И третье три этих. Дальше будет видно. Затруднение. Игорь хороший комбайн техника. И теперь отходов меньше. Ну, там будет видно. Накормил. Воды там мало было. Налил. Все тут хорошо. Голубь сохранил. Спускайся вниз. Теперь Володя готовит, что? Собаки, чтобы не горячее было. Заранее надо все это, чтобы ослужено было. Ставит только на холодильник, который рядом. Я беру, насыпаю его на лужки, собачьи коры. Возвращаюсь туда. Это в это время вывод. Я начинаю здесь смотреть, какой непорядок. Непорядок. А непорядок, это значит, я его устраню. Смотрю. Лужка моя потерялась еще раз еще. Книги стоят, как попало. Вот я и как выстрел. На главном месте Библии. Вот они где. Вот Новый Завет. Дальше наши книги. Дальше идут такие. А тут совсем постепенные стояли. И они теперь наполнены. Они лежат боком. Все. Здесь кошки. Вот это маленькая. Вот она, когда желает лоза. Там кошки сделали. И здесь. Прошел еще раз полок. Все нормально, хорошо. Пошел там искать свою ложку. Нет. Яблоки. Яблоки. Вот сейчас. Три яблоки. Вот я их разрезаю. Вот эти все вырезаю. Вот в таком виде подавать детям. Они наполовину ее тут. Не может ребенок так чисто делать, как я и делаю ножом. Семья я буду даже тереть. Теперь эти возьмите. Две, это одно яблоко. Заранее подготовить. И что из них там теперь ушло. Теперь. Утром я иду. Руну сразу же. Сегодня я это делал. Крапива гудовная. Она очень витаминная. Лопух. Вот этот. Что здесь есть еще? Растет там чеснок. Лук. Одувальчик. Это все вместе я на ваших глазах резал. И лук. Вот сколько вам надо? Вот этот мне на один раз. Но там я обычно раза два больше. Припуск я могу подносить себе обратно. Вот так, чтобы не упало. И придется чашечки лишние раз. Можно вынимать. Вот примерно уже. Вот что я сказал один раз. За стол. Это у нас звоночники здесь. Если люди на улице. Там. Я покажу как. Не так что случается. Вот этот. Бежать только бегом. Если нет, значит. Шагом шел. Вернуть на то место бегом. И опять сюда бегом прибежать. Хорошо полет. Многие места держать. Ты не на палубе корабля. Это морские пехотинцы так стоят. Качают. Потому что здесь. Вот теперь смотри. Какие изменения есть. Да, изменения. Изменения. Я посмотрел там у голубей. Кое-что убрал. Вот это. Счастное такое уже. Посмотрел где ходы и крысы. И откуда выход. Как перекрыть это все. Это понятно до сих пор. Там стучит. Я покажу как он сделал. Где такой висит. Какой-то такой промышленный. Там когда звонят. Вот так вот. И каждый будет отвечать коротко. Делал то-то. Я подробно отвечаю. Чтобы вы знали здесь как. Березовка. Березовка. Мне надо показать сколько гостям. Не просто так каждый день. Пей столько хочешь. Я спросил морковки. Я пойду сейчас пообеду. Проеду в деревню. Выпрошу где-то. И куплю. Я много времени провожу. За компьютером. Только за 9 лет. Когда писал книги. Больше 30 тысяч часов провел. Как показали. Это почти 2 раза больше книги в Венеции. 14-16 часов. Когда писал книги. За 9 лет почти. Я может быть раз так искупался. Костер без меня. У меня не было времени. 38 домов. И еще 7. Это бумажный вариант. Который так. Следует потрудиться. Да. По тем деньгам. Когда мы издавали. В общем. В сумме. Мне обошлось. Это 55 миллионов. Сегодня у меня. На издании. 7. Там. Никогда не издал. Но сходил. Типографию. Прежде поговорил. Тысячу экземпляров. За 2,5 миллиона. Переклад. Мои. Не изданные. 4 тома моих стихов. Каждый том. Каждый том. Каждый том. Из 4. 800 страниц. Таких стихов. Нигде нет. Чтобы один человек. И было. И каждое стихотворение. А бывает так. Один куплет. Считается стихотворением. У меня 7. 9 куплетов. 4 строчки куплет. И 9,4. 36. И первые. Из Библии. На странице. Ни одной строчки. Не остается свободной. И 3467 стихотворений. Я их не называю. Стихотворения. Прополи в стихах. А много мало-то. Я объясняю. Это за 9 лет. Я сразу прекратил. И больше не пишу. Хотя рука трясется написать. Я умею вовремя закончить. Сколько это? Это за всю жизнь написал только Пушкин. Лермонтов. И Красов. И Александр Монок. Так это больше у меня. И черновики сохранились. Нету и помарки нигде нету. Как помарки? Пушкин пересчеркивает. Завтра еще больше понял. Я попробовал. Хоть заменяю. Все только хуже делается. Поэтому на молитве я как бы строку какую-то я вижу. Вот так проплывают. Я не вижу ее. Как бы. Я на молитве сразу ее записываю. Это первая строка стихотворения. Бывает иногда за время моления утреннего еще одна. Я ищу. Это два стихотворения уже готовы. Дальше. Без помарок по 35 строк. И на эти стихи сегодня в Екатеринбурге очень обращают внимание. Кто писал как. Является ли это украденный где-то. О ком столетие. И вот. Я их называю пропаде стиха. И на иные стихи так. 36 строчек. И напротив каждое место Библии глава стих. Место Библии глава стих. 36 раз она Библия открыта. Были в мировой практике этого никогда не было. А как вы додумались? Повторяю. Нет гуманитарного образования. Ни религиозного. Я просто молюсь. И как это успешно Бог будет судить. Примерно. Примерно 58 кажется. Стихотворение. Палюция Виттаренко. 85. Палюция Виттаренко. Это Виктор основной был напелок. Музыку составил. Спасибо Христос. Так. Это твой мед стоит? Да. Ты его купил? Да. Все. Значит. Ставь его где-то там на подоконник. Куда брать будешь. Потому что стол будет занят. Никого не угощать. Это лекарство. Хорошо понял? Кому надо он может купить. Сколько заплатил за мед? По тысячу. А? Тысячу. Тысячу за три килограмма. Понятно, что алтайский мед славится не только в России за убежом. Трава, которая заносит даже где-то там в Красную книгу. Здесь много пустырника. Пустырник. Его знать надо там. На нем листики идут. Кругами. Пять. И тогда без солнца где высушить. Он в три раза сильнее, чем корень материалов действует. А у нас его в Арубе выбрасывают. В Америке, в Японии специальные плантации отводят ему. Хороший медосбор с них идет. Исключительно ценный. Ну понятно. Влияет на сердце. На систему. Лишнее место – это инсульт. Сегодня ночью умер отец у Игоря Барабаша. Владимир. Владимир, я его знаю. Безбожный. Веры никакой нет. Игорь говорит, сколько ни бью, все бесполезно. И поэтому поминать некого. Так, что я сказал? Это понятно? Запомни про себя, повтори. Я кое-что посмотрел. Флягу заполнили березовкой. Сделай так, чтобы там прийти у меня бутылки есть. И пятилитровые банки. Переви? Кто это сделал? Коврики. Кто этот дом построил? Калашников. Петр. Он умер. Умер. Задавил у колодец. Копали. Земля взбилась. И его засыпалась. Вот так. И он кричал, Господи помилуй. Верующий был человек православный. Можно поминать каждый день. Вот. Ребята у него, просто четыре сына. Все работяги. Вот. Игорева дочка. Игоря Барбаша Маша. Она вышла за одного из них. Он на научном институте. Кем-то там работает. Ну, не сторожек. А как надо. И все они такие ребята. И вот они отостроили. Мы пришли готовые. Ни одной половины не сделали. Я там сырого делал. Мне высушили заранее. Это специалисты. А у нас там сколько щелей. Теперь что делать? Ну, ничего. Там оно нам не мешает. Нишняя грязь просыпется. А так вот это надо отрывать. И теперь стягивать и прибивать. Но мы этим делать не будем. И вот куда ты не пойдешь, идешь. Кто-то делал, городил. Кто-то посадил. Посмотри, тут липа. Ну, там, боярышник. Тут черное, как называют ее, это было. Черноплодка, рябина, малина, яблони посаженные. Да в этом участке. У них, видишь, как были батареи для деревни. Это вали. Тут все это было там, где упала сейчас. Скотина разная. Работяги. И поэтому молиться о живых и о мертвых. Куда бы ни глянул. Кто-то это делал. А я пришел готовый. Все, как Христос говорит, не трудился. Вошли в чужой труд. Ну, мы занимаемся другим. Вот у меня непорядок был. Какой-то, как называется эта игрушка-то? Роутер. Я никогда не слышал от того вроде бы. И вот один человек сказал, надо убрать. С тех годами убирали. Все нормально. Пришел, воткнул. Убрать. Убрать, потому что она заржавеет. А заржавеет, если хорошо обмотать ее, перевязать. А потом сверху в один-два слоя мешочки салопаны. И никогда мне. Потому что влага там не вода, а только где-то потянут. А это все впитает. Нету. Увезли потерянку. Мне не сказали, не знаю. Я все записываю, что взять. Проверяю каждый день. Я не знаю, но не меньше десяти раз проверил. Все ли, вычеркиваю. Шапку взять там, где провода для зарядки. А про это не знаю. Роут-моут. Ничего. И вчера. Еще нету. Свою поставлю. Нету. Связи нету. Интернет не работает. Интернет не работает. Это многие-многие люди останутся без ответа. А новые люди приходят все время. Я вас считаю духовным отцом. А сам непокоривый такой. Даже этот туристик и тот считаю духовным отцом. Гусейн. Ну что, молишься за них? И вот я не могу выйти. А может, Сатяна говорит, чтобы вы отдохнули? Э, нет. В отдых только снизу песни поется. Так что это ко мне не относится. И, значит, сейчас же сразу, как только поедим, Виктору позвонить. Все подробно рассказать. Как было, почему. Сняли, убрали, чтобы он знал. Что сделать? И сказать, завтра Алексей приезжает сюда. Сделайте, чтобы прислали. Покупать не надо. Найди какое-нибудь что-нибудь. Он стоит тысяч три, тысяч четыре. Да где же я возьму? У меня ничего нету. У меня вообще ничего нету. Самое легкое купить. Сейчас наеду и договариваюсь. Ты его отвезешь. Я не могу ни тебе заплатить, ни за машину, ни за бензин. Он, не надо. Это люди наши такие. Не надо. Машина-то ее взять. Андрей, он сказал, ничего не надо. И все. Туда-сюда ездили. В воскресенье у меня еще были деньги на бензин. Я сразу полторы тысячи отдал. А дальше нету. Вернее, я не отдал, а давал пять тысяч за эти альбомы, которые вам подарил. Купить. Ну и все, больше нету. Осенью у меня пенсия будет. За лето которое я приезжаю ровно пополам, делюсь с братом. Почему? У него дохода нету. И у меня мы поровно одинаково. С продуктами опять. Это организация, которая помогает больше 15 лет. И сказали. Я не знаю, как назвать. Я не знаю, как консорцию какой. И опять директор это сказал. Помочь надо. Вчера приезжает машина. Мы разбрузили. Он говорит. Вы дверь не запирайте. Я сейчас приеду. А я вижу то, что я говорил. Нет этого. Он говорит. Так я сейчас приеду. Машина. Второй раз. Я когда начали разбружать, я опять подхожу. А он каждый год к нам привозит шофер. Я говорю. Документы. Я расписался. Сколько? С чего? Где? Я говорю. А мне документы какой? А зачем? Не надо. Я говорю. Вот вы сейчас разбружаете. Вы не ошиблись. Может это к другому кому-то? Нет. Да я вроде не столько просил. Я вижу раза полтора больше. Это вообще нельзя объяснить. Вот я решил купить тогда 7. Сказал, спросил. Вот тут 7 метров. Вот такие рулоны на высоте. Но вдвое сложенные. Салфан для накрытия где-то. Ну я пришел и показал, сколько написал. Писал. Приехали когда брать, они выносят рулон. А рулон это тяжелый такой прямо. Второй, третий, четвертый, пятый. Я говорю. Вы куда? Вам. Да даже нет, нет. Это не мне. Нет, нет. Директор сказал, это вам. Первый раз вижу, первый раз приехал. Вот у них что-то такое делает им Господь. Он не знает, что делает. А пришло время ему показать, что он добрый человек. Ну и погрузили. Николай по льву возил меня. Я такого, так сказать, не видал. Ну а там как? Ну тут как попало. Распускали. Там палатки на лето бросать не увидят. И поэтому пропало все. Ну все-таки послужили они. Проходит сколько-то времени, звонит один. А то вы у нас получали. Я говорю, да. Да хоть директор сейчас и говорит, тут ошибка произошла. Там метров надо было, а вы рулоны. Я говорю, так еще не увезли. А она, да нет, сказал, не надо, пускай так. Ну интересно. А почему так? Господь делает. Человек даже в забвении может сделать и зло, и доброе. Вот у меня была тут секретарь, как сказать. Она называется эконом-наблюдатель. Егоринка. Надежда Павловна. Девища фамилия ее была Торбеева. Такая незрачная женщина. Она, видимо, какие-то там крови у нее есть. Ну уже старая была. Давно старая бывает. Видно. Она, да вам страшно меня смотреть, сказать, какая. Ну нормальная она. Я как-то сказал, не хватает мне бочки. Пошли мы в лес гулять там, в кладбище. И она эту бочку достала, деревянную бочку. Из бочки ходила, все, пока не отобрали. Пока не отдала. И что скажу ей? Она обязательно сделает. По всем заводам. Везде пишет заявление. Я говорю, как они тебе дают-то? Ну я говорю, от вас. У-у-у, сразу начинают шевелиться. Там, сказал, гвоздей надо хоть килограмм пятьдесят. Кажется, полтонны выписали. Прикое-как привезли. Я тут раздавал, раздавал. Да еще все есть. Электроны, разные циркулярки. Там напильники, надпиль, еще какие-то. Тяпки тогда давали. А как? Через знакомство краевой администрации. Оказалось, там один человек есть, который сильно был расположен к Нине Васильевне. И жили рядом к Надиной сестре Павел Аксенов. И он тут был начальником по труду, по найму, где это устраивает людей. А тут его поставили на какой-то начальник, что-то такое, в краевой администрации. Я пришел и говорю. Он сразу грубый такой мужик, как будто на самом деле добрый. Ну, что стоишь-то? Говорю, на вы называешь. Сколько раз, говорю, не называй, тут принимать не буду, чтобы на ты его называли. Так, я говорю, да матрасы нужны, матрасы нет. Сколько нужно? Сколько? Семьдесят пять. Матрасы. А что нужно? Одеяло. Такие теплые, легкие были. Сколько нужно? Ну, семьдесят пять. А тут рядом стоит у него кто-то, аппаратный такой-то. Так, ты помирать думаешь? Мужик тут, Лопатенко Иван Иванович. Вот выйди в коридор, вот тебе скажут, что дать, чтобы все было здесь. Он вышел. А кто он такой? А что вам надо? Я сказал. Ну, это мы сделаем. Сейчас объединимся и в другом городе. Там матрасы, эти, одеяла здесь шили, валяли. Все. Я сказал как-то. А тот депутат Макаров, он у нас военный. Нужно овсянки. Овсянки? А сколько? Ну, нам не надо шоколад другой. Ну, мешка два. Они пять тонн привезли. Тонн. И здесь мы тогда было двадцатью потеряемку. Сколько лет кормились. Это что? Какое-то знатное? Ничего нет. Это Бог делает. Он открывает все остальные идеи. И вот РТИ, это где-то, резинотехнические изделия. Они подготовят большие лодки, трапы, это самолеты, когда спасатели. Ну, я пришел, узнал указать. Анатолий Петрович Хромов. Я называю его великий, как называть, так сказать, современный герой нашего. Патриот. Патриот. Ну, и он отдает четыре лодки. Лодки. Нужны шланги. Шланги эти проведены под землей. Сюда и деревья всем раздал. Ну, надо полкилометра. Шланг новых заводных. И нужны, например, эти шить какие-то. Вот целый рулон этой материи военность, который, видите, все шьют. Дали где-то. Ну, а я потом встретился ему и решил похвалиться, как он бережен в лодке. Я говорю, катается только в воскресенье. Он встал из-за стола. Да что же это такое? Да я же сказал, что каждый день катались на них. Подмут еще, дам еще. Ну, и полез в шкаф что-то. Доставят оттуда плитки шоколада. И мне в сумку сует. Я все, это детям. Опять полез. Вытаскивает деньги, и мне в сумку сует. Вот директор большого завода. И я решил, когда сейчас разбогател, то есть книгами, его нашли, и Сергей Павлович меня померз. Я встретил, завода, видимо, закрыли, в другом месте. О, он там такой радостный. Кем он работает, не знаю, но я ему вытащил книги. Я не возьму, вытаскиваю деньги, только деньги. Возьмите. Ну, никак. Ну, тогда книги свои забирай. Пришло деньги взять. Какие люди? А другому такому приехали. Он у нас какая-то там полушубок вот такой вот надевается, кажется, хромовый. И он, не знаю, Никитий его отдавал целый, и увез, нет? Не знаю, не помню. Шуба. И тот вытащил книги. Я говорю, да не надо, ну а дашь кому-то новое? Вот работают, около нас проводят подземные газификации. Ну, я подошел и снимаю. Прямо против моего дома. В Барнауле-то. Так. Вот этот, который там раскапывает. А так, эта техника интересная, как они копают, и под землей трубы загоняют, до следующего где-то там есть. И прибором направляет, стоят здесь где-то. Он подошел. Ко мне как будто знакомый. Где-то. Пошел в себя там, где у него там, кабина где-то, вытаскивает тоже новый полушубок. Я говорю, еще, да тут у одной умер, говорит, муж, он военный был, да это много, она вытащила, все нам отдала, я не знаю, куда здесь. Вот только подошел снимать, обычно не снимай, там и наши, свои, тут, говорится, Серафимин тут. А здесь не так. Он увидел, что снимает, а когда будут показы, где. Я говорю о том, что мы не знаем, что и кому потребуется. Один говорит, я увидел, как вы питаетесь, как вы. Это надо же, люди как живут. А мы тут хотели деревья, да ничего не получается, а Володю все тащат. Так что ты помни. Если Володя снимает, никогда не препятствуй, снимай сам. Сейчас Татьяна будет звонить, я скажу, чтобы собрали денег и купили аппарат там. Я свой оставил, там ставим, делаю. Как есть. Это вот, я делаю вступление, сегодня я первый раз тут завтракаю. Ну, а кто будет приезжать, вы им это подсказываете. Там вы старший, постель не обязательно заправлять, чтобы она наоборот пролетрилась, придут. Ну и все, если нужно мыши где-то, кошку туда внести, прикормить ее у нас, кошек полно. У меня две там и здесь две. Одну отдавали, она там родила, вернулась опять к нам, называем голубоглазкой, синкой. Ну вот так. Вот что я сегодня проверил, все ложки искал, все перетрес. Это до завтрака. Вот с инвалидой, говорит, ты возьми. Что ты делал сегодня? До завтрака я пропалывал картошку. Так. Начала всходить уже у нас первая. Я видел, ты хорошо делаешь. Так, я пошел туда и увидел, там пила стоит. Ты же не утром вниз, она там оставалась, не знаю, заперта нет. Не надо это делать. Ты помнишь, Владяже Васильевне когда перекупили, тачка, она целая, нет? Да. Так, мы сюда ее заносили. Поэтому пересмотри там, как закрывать. Я сказал, пока температура качается, там до 9 или 8 градусов, может тяпнуть. Мы здесь были когда в лагере, 7 июня, такой мороз ударил. Вот идешь, вот так вот кролишь, лопух, он разлетается, как стекло, до 7 градусов мороза. Так мы пастухи рядом жили, мы к ним перебрались на одну ночь. У нас ролик заснятый, такой же. А? Точно так же ролик засняли, мороз ударил, он подходит, крапива, как стекло, разлетается. Да, 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 но это в июне, в июне 7-го. Так что, знаете, надо смотреть, было уже, не закрыли. Я замерзну. Каждый будет коротко отвечать, куда поставили. Без денег, чтобы никого не было. Кто стукнули, он не отвечает, значит, ничего нету. На молитву, мы вместе, бегом бежать. На кухне кто все, а потом будут давать. А там на слагере был такой порядок, это централизует. А он на молитву не сказал, что из молитвы не сядешь. А не сядешь, значит, не падает, значит, до беда, без затрудка. Бедую, быстро. Это ребятишки. Тут двоих прислали в прошлом году, знакомые. И оба заражены бегством. Еще не понимали, они сразу, что у нас куда-то шмаганули. И они, нет, я сразу дал сигнал, сообщите детей, значит, куда-то, или даете мне согласие, чтобы я мог наказывать их, там, крапиву. Они сразу отбили. Можно. То есть, знаешь как, и поехали нормальные ребятишки, и простились по-хорошему. Пришлось применять лекарства. Как в интернете кто-то повесил табличку такую. Жгущая крапива. Лекарственное растение для жопы. Ну вот так. Поэтому тут звонит, звонит или, как говорят правильно, министр равно. И он познакомился с Ольгой Николаевной Савченко, а та где-то в другом месте живет. Как-то так, где-то в городе, или где-то из города мне внука пристроить. Я говорю, только лично познакомиться, и по скайпу переговорить. А если этого нет, значит, не сошлись характером. И он наговаривает, по телефону я не слушаю, мне это не надо. Никуда это дело не пришьешь. Вы здесь будете, распишитесь, отдали ребенка. Я должен отдать вам только лучше, но не хуже. А если он не будет слушать, я же за ним бегать не буду. Что он не припадочный, небесноватый, не играет в компьютерные игры. Это я строго смотрю на небесноватый. Ну и склонен к побегу. Вот этого Навального-то взяли, его там Алексей Анатольевич, его еще возвращают. Его поставили, а это красная черта, личное дело. И вот так сейчас нас склонен к побегу. Где они его определили, не знаю, но знаю, это нехорошее. Его приходят, проверяют, фонариком посветят. Через каждые два часа, кажется, его поднимают, а они высыпаются. И он все идет. Не послушали, ему снова накрывают еще один знак какой-то. У меня был другой знак, какой я не знаю. Потому что меня арестовали по санкции МКБ, Московского КГБ. А это серьезная организация была. И что они там поставили, не знаю. Но определенно туда входило не прикасаться. И когда начинаете избивать, там такая молотилка идет. Убивают буквально эти, которые поставлены руководителем. Заключают тоже из зэков, самое здоровое и сильное. Ну, видимо, им доплащили еще это там. А мне сразу, отец, ты иди, он красный уголок там пока, посчитай журнал. А тут начинается. Я боксер, там другое. А тут, значит, шип и прямо на хребет прыгает, такой здоровый, он понимает, хребет будет сломан. Вот под полством и ночью, отец, разреши, а колова остановиться рядом. Когда начинается это дело, а они обходят меня, а бьют такие большие рукавицы, как хром-мартанки, и когда бьет такой, как будто у него там что-то, как у кудьякона, когда он идет и гремят в цепи, а то щелк такой. Руками не создать это, там что-то у него есть. Как он дал смерть, давай. Так, внимание, нам нужно убирать вот это место, подметать. А метела только две. На 40 человек две метелки. Маловато? Маловато. Вы видите, вон, в конце лагеря там ставят две метелки. Быстро принести, а кто-то не успел. Назад из-за него пропало все. Так, оттуда, когда возьмете метелки, только по гусиному, то есть сесть на кошточке, вот так вот перед бедомой там идти. Хочешь ты, не хочешь, я не могу. Так, отрадим в сторону, разберемся. Хврача, ничего нет? А, ну сегодня тебе и будет. Так, будете бегать, понимаете, это негодяево. Никто сюда не звал, подло. Зачем ты сюда пришел? Ты должен делать, что все делают. Его подстаивай на это. И удивляться не надо. Они не покоривают. А тут по нитке натягивают, как к постели утром, все это, где просто. И когда я попутно скажу, что ложиться спать, я говорю, Янил, а как, сейчас проверка будет идти? Сеть замерзнет. В отбор идти, только в подштанник, а через полчаса. А он заходит, один и два солдата вокруг, невооруженные, в руках палки, от лопаты, черешок. Кто-то курил. Да я накурил. Да свежий курил. Подходит по окну, бац, стекла вылетели. Я вас на ущуп, западло. Все, только он вышел, это вот ты, зараза, курил. Он там под идеалом, но теперь его на растерзании. Из-за тебя все, все, у него матрас, все, затыкай. А удастся ли застеклить, где? Там тебя научат. Вот вы назад вернулись, из-за него не захотел бежать вместе со всеми. Теперь, а как по-другому? Я скажу, что строго это Владимирская тюрьма, по-другому это судят люди, которые дома сидят. Но когда ты среди них будешь, ты будешь думать, почему их не расстреляли? Один генерал, я не знаю, генерал-майор или полковник там, и в школе уроки мужества преподает. Это старое время было. Он все рассказывает, какие дети, попробуй сказать все. Но не в форме он или в форме, не знаю. И прямо на остановке его шибли какие-то, по карманам лазают. Я кричу и вижу по ногам, поднял глаза, вижу, военные стоят. Ну, только двинулись, а то все, трое меня обезбивают. А вас стоит пятеро. Ни один не пошевелился. А корреспондент говорит, и какие у вас мысли теперь были? Я только об одном думал, был бы здесь у меня пулемет. Бу-бу-бу-бу-бу, всех расстрелял. А ты же патриот. Нынешнее поколение таких людей жить при коммунизме будет. Стрелял бы и стрелял, аж вот так вот показывает. Вот и все. А те, которые в тюрьме, у них по-другому никак нельзя. Они не покоривают. Минуты нет свободы, друг с другом не разговаривают. Я еще хочу сказать, я прошел. Пяти тюрьмах был. Администрация поступает правильно. По-другому нельзя. С позиции того, что тебе все равно, и дома ты судишь. Да-да-да. И он, у меня там спина, ноги, температура на градусах. Фу, срамота. Да разве можно это говорить? УДО, условно, достройшее освобождение тебе не светит. Там набирать, когда будут, приходят предприятия какие-то. Ну, вот это, кому он нужен, хиляк такой. Тебе не выйти никогда. Поэтому, если ты виновен, к начальнику отряда, кто есть, там офицер, к нему уж, ну, пожалуйста, там, гражданин-начальник, выщеркните это, ну, накажите меня как-нибудь, чтобы нигде в записях не было. Понял? Надо жить открытым окном. Смотрите во свете Библии. Богу слава. Садимся за стол.